здравствуйте на библейский портал экзегет пришел очередной вопрос как родители будут отвечать перед богом за своих непутевых детей очень сложный вопрос действительно здесь уже поставлена оценка что есть хорошие дети а есть не очень хорошие есть дети за которых мы можем гордиться а есть те за которых нам стыдно вы знаете я думаю что настоящие любящие родители всегда верят в своих детей и всегда надеются что наши дети будут хорошими я могу привести такой пример у известного православного богослова величайшего отца церкви и величайшего философа блаженного августина была мама святая моника которая стала святой через свою любовь к сыну во первых она никого не осуждала и когда как пишет сам блаженный августин своей книге исповедь когда к ней приходили подруги и часто жаловались на своих мужей она не участвовала в таких беседах не поддерживала их а наоборот старалась дать совет и помочь своим подругам найти общий язык с мужьями а еще она очень любила своего сына и даже когда он попал в секту и и даже когда он вел очень безнравственный образ жизни плохой образ жизни она за него молилась и вот эта молитва была услышана богом и теперь мы знаем святого августина мы знаем его очень интересные и очень поучительные для нас произведения и из этой книги мы знаем а книга называется исповедь мы знаем и о том какую роль его жизни сыграла его мать которая молилась за него поэтому давайте во первых будем любить наших детей давайте будем верить в них несмотря ни на что давайте будем помнить что они наше продолжение и когда мы задаемся вопрос а что бог сделает нам за наших непутевых детей до в первую очередь мы уже сами ставим диагноз нашим детям давайте будем молиться за них и тогда господь может исправить их жизнь и это действительно так часто бывает что где-то родители упустили воспитание ребенка где-то произошло искушение а многие молодые люди они переживают такой период в жизни период отрицания период нигилизма но мы как родители не должны опускать руки мы как родители не должны унывать мы должны верить в то что наши дети могут исправиться и это очень будет по-христиански потому что и господь пришел в этот мир не для того чтобы осуждать людей поверьте про нас он знает намного больше чем даже мы знаем про себя но все равно ради нас ради людей он восходит на крест он приносит себя в жертву и тем самым проявляет любовь по отношению к нам будем же мы хоть в чем-то по-настоящему христианами будем хоть в чем-то подобны христу будем любить своих детей и надеяться на то что они если даже что-то делают неправильно обязательно исправиться по нашим молитвам по молитвам церкви и по милосердию божию которое господь проявляет по отношению каждому человеку внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео